Что отмечает театр Международный день культуры? Что могут рассказать молодые актеры молодым зрителям? И возможно ли античная любовь в средней полосе России? Здравствуйте! С вами дежурная по театру Мария Прыскина. 15 апреля 1931 года художник и философ Николай Рерих на первой конференции Пакта Рериха в бельгийском городе Брюге предложил учредить Всемирный день культуры, когда, цитирую, «во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно просвещенно напомнит об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни». 15 апреля 1931 года одной одаренной девочке в Самаре исполнилось 10 лет. Ее театральный талант по-настоящему раскроется в Саратовском училище, закалится на фронтах Великой Отечественной войны, будет сиять по всему Советскому Союзу от Таллина до Ташкента, а светлую память о нем будет вечно хранить Ульяновск. В Международный день культуры мы вспоминаем народную артистку России Лию Ефимовну Радину, актрису Ульяновского театра драмы, участницу фронтового театра «Ястребок» под руководством композитора Василия Соловьева-Седова. 15 апреля исполнился 101 год со дня ее рождения. В память о Лии Радиной артисты сыграли спектакль «Звезда победы», в основу которой легла биография актрисы и воспоминания коллег. Самые тяжелые направления фронта, концерты за пару десятков метров до расположения врага и песня «Синий платочек» как напоминание о том, за что идут сражения, о любви и о любимых. Синий платочек падал за пучей плеч, ты провожала, я гляжала, синий платочек сберечь. Вороны ночной, мы развращались с тобой, мне больше ночи, где ты, платочек, улыбка, 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 улыбка. 18 апреля – Всемирный день охраны памятников и исторических мест. В год культурного наследия народов России, объявленный в 2022 году, этот день обрел особое значение. Сохраняя драгоценное наследие, память о выдающихся деятелях театрального искусства, сотрудники Ульяновского драматического театра ежегодно посещают места, где установлены мемориальные доски и приводят их в порядок. Артисты и работники театральных служб побывали у знаменитого Кошкиного дома напротив драмтеатра, где долгое время жили многие мастера сцены. Среди них народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Борис Владимирович Александров, народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации и национальная театральная премия «Золотая маска» Кларина Ивановна Шадько. На доме по адресу улицы Гончарова, 8 установлена мемориальная доска народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации и Международной премии Станиславского Юрия Копылова. 31 марта исполнилось 10 лет со дня его ухода из жизни, а в ноябре этого года мастеру исполнилось бы 80 лет. Чуть ниже по улице Гончарова на доме номер 4 находится памятная табличка народной артистки России Ильи Ефимовны Радиной, а на улице Карла Липнихта установлена мемориальная табличка в честь народного артиста России Анатолия Устюжанинова. В 2021 году проект Ульяновского драматического театра «Четвертое О», посвященный творчеству Ивана Александровича Гончарова, получил поддержку правительства Ульяновской области. В прошлую пятницу состоялось важное событие проекта. Стартовала серия театральных классных часов в городских библиотеках. Театральный классный час прошел в специализированной детской библиотеке номер 28 имени Аркадия Александровича Пластова. Встречи с учащимися старших классов и СУЗов посвящены профориентации. Артисты Артем Трохинов и ваши дежурные по театру Марии Прыскина рассказали, что важно для абитуриента, который решил осваивать актерское искусство, для молодого специалиста в сфере культуры, как устроено театральное производство и как создавались любимые спектакли. Я вот, например, стараюсь в каждой своей роли, даже где я вхожу, есть спектакль, где я вхожу более спектакль, который длится три часа, я появляюсь один раз, и у меня там небольшой диалог только. Но даже в этой роли, даже в таких ролях, я пытаюсь найти для себя что-то, ну не знаю, ну что-то, что мне нравится, придумать какой-то образ персонажа, чтобы он мне нравился, чтобы он был, может быть, смешной какой-то там. Классный час собрал множество по-настоящему талантливых ребят. Это и участники народного коллектива театра-студия «Диалог» ДК Руслан под руководством заслуженного работника культуры Ульяновской области Ольги Казаковой, и слушатели школы-студии детской журналистики «Карусель», а также студенты Ульяновского медицинского колледжа имени Светланы Борисовны Анурьевой. Мы благодарим за поддержку проекта управления культурой и организации досуга населения, администрацию города Ульяновска и централизованную библиотечную систему города Ульяновска. 3 июня 2022 года отпразднует свой юбилей мастер сцены Ульяновского драматического театра, народная артистка России, почетный гражданин Ульяновска Зоя Михайловна Самсонова. В этот день состоится премьера спектакля «Любовь. Книга золотая» по пьесе Алексея Николаевича Толстого. Виновница торжества выйдет на сцену в образе Екатерины Второй. Вот смотри, вот ты не бегай... Отдеть за книжку. Не-не-не, вот смотри, вот за первым разом не надо. У меня всегда она с собой, он спокойно сидит и покачивается. Он с тобой так отыграет. А вот первый раз надо к нему бежать, когда он за очками потянется. Работа над будущей премьерой в самом разгаре. Режиссер Максим Копылов репетирует с актерской труппой. Вместе с Зоей Михайловной на сцену выйдут заслуженный артист России Михаил Петров, артисты Денис Бухолов, Юрий Гогонин, Александра Дыдычкина, Виталий Злобин, Надежда Иванова, Кристина Каминская, Алексей Микотин, Алена Никитова, Оксана Романова, Дарья Фарафонтова и Сергей Чиненов. Он стал достаточно редким, этот жанр. Очень хотелось бы его осуществить. То есть вернуть что-то давно забытое и ушедшее, слегка вернуться к истокам. Вот получится или не получится у нас это сделать, в отличие от мастеров, давно уже ушедших от нас из старой школы, которые могли владеть этим жанром в совершенстве практически, и он постепенно начал уходить. Было бы очень интересно попробовать себя в этом жанре. Цеха трудится над художественным и музыкальным оформлением. Автор сценографии – главный художник театра Владимир Медведь. Есть автор, который красиво описал такое настроение, которое можно разыграть на фоне русского пейзажа. Мы попытались интерьер совместить с русским пейзажем, который так странно совмещается. Так же, как и сама история – это мечты, реальность, которые тоже трудно совмещаются. Собственно, вот про это и декорация, про это и спектакль. Эскизы костюмов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Соломко. Композитор Олег Яшин. Ну, в принципе, давно мы не делали такого псевдоисторического костюма. Он немножко исторический, немножко лубочный, потому что спектакль предполагается, конечно, комедия, как я себе думаю. Вот один из костюмов – это Виталик Злобин у нас. Герой-любовник будет вот такой вот красивейшный офицер, вокруг которого будет видеться прекрасная дама. Это у нас княгиня Даша Фарафонтова будет. Вот такое у нее внизу платочечко. Вот такая красота будет сверху. И часть костюма Оксаны Романовой, которая приедет с императрицей вместе, типа фреллины. Вот ее часть. Хотелось бы сохранить какие-то маленькие-маленькие точечки исторической действительности, что люди разъезжали в каретах, они носили такие-то костюмы, такие-то парики. Я думаю, что это может быть очень интересно. На этом у меня все театральные новости. Подписывайтесь на группы Ульяновского драматического театра ВКонтакте и Телеграме. Следите за изменениями на официальном сайте театра. Ссылки в описании к видео. А с вами была дежурная по театру Мария Прыскина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова